Добрый вечер, дорогие друзья! На связи студия Arena for Game. У микрофонов, как всегда, для вас работаем я, Герман Громов, Максим Чеев. И матч на сегодня. Фратри против Вейвиктис. Максим, привет! Как твои дела? Что думаешь по этому противостоянию? Привет, Герман! Здравствуй, дружище! Дела супер! Сегодня, наконец-то, солнце. Но, что думаю по этой встрече, здесь я явно выдвигаю фаворитами бойцов команды Вейвиктис Е-спортс. Команда Фратри потерпела небольшие, так сказать, конфликты внутри команды. Это явно им не пошло на пользу. Да и плюсом Вейвиктисы в последнее время показали, насколько они подняли свой темп игры, уровень тимплея, персонального скилла. Так что, здесь я даже навстречу, пожалуй, сделаю ставку 2-0 по картам за Вейвиктис Е-спортс. Но борьба будет 10-6 на первую и 10-8 на вторую. Так, ну, еще все-таки, нужно, наверное, сказать зрителям, что сегодня одна игра только будет. И это как раз-таки вот этот матч Фратри против Вейвиктис. Не знаю, знают ли ребята или нет, но, к сожалению, команда Респект тоже сходит с дистанции легендарного дивизиона. Итого у нас остается 6 команд из 8, которые будут бороться за призовые места. Да, ну, кто-то, уже по-любому, 2 слота кто-то себе получит в следующем дивизионе. То есть, как минимум, 2 новые команды, абсолютно новые мы увидим. И еще там будут решаться еще 2 команды. Ну, посмотрим, посмотрим, кто это будет. Ну, а пока этот матч и прогноз на него я тоже поставлю 2-0. В пользу команды Вейвиктис, не в обиду команде Фратри, но, тем не менее, мое мнение таковое. Ну, и начнем с пик банов. И первый бан от команды Фратри улетает Метрошечка. Которую никогда вообще Фратри не играет. Вейвиктис ее, в принципе, тренируют. Но вот вчера мы видели, например, что Вейвиктис ее также банили против команды Арту в Хеликоптер. Но, тем не менее, тем не менее, Вейвиктис вчера проиграли 2-0. И от них же мы сейчас смотрим следующий бан. От них залетает в бан карта ВВГ. Здесь, я думаю, то, что ничего удивительного. Бойцы команды Фратри постоянно играют эту карту. Можно сказать, это их одна из сильных карт, да? Но и в соответствии Вейвиктисы могут на ней побороться. Но зачем создавать себе лишние проблемы, если можно ее просто забанить? Минус. Да, минус. Также идет убежище у команды Фратри. Но, в принципе, выбор тоже, наверное, обусловлен отсутствием тренировок на этой карте. Ну, а вообще состав, так скажем, уже перетусованный у Фратрицев. Сейчас мы, кстати, по этому составу и пролетимся, как только закончим пики бана команд. Но, опять же, да, пик, точнее бан карта убежища очень даже закономерен. Но новый состав, новые люди не тренируются на нем. Поэтому убежище довольно, в принципе, логичным баном выглядит. Ну, дальше бан от команды Вейвиктис и Еспортис. Это карта НП. На мой взгляд, довольно интересный бан. Не знаю, почему Вейвиктисы отправили именно эту карту. Может быть, последняя игра команды Фратри именно на этой карте впечатлила их. И как-то они не хотят даже пробовать против своего соперника. Но, тем не менее, на мой взгляд, Вейвиктисы вполне могли составить там здоровую конкуренцию. Но, тем не менее, эта карта отправляется в бан. Так, дальше у нас Багдад. Пригород Багдада уходит тоже у нас в бан от команды Фратрия. Ну, мы... Вот я немножко разочарован, что вот эти новые карты у нас очень редко играются. Пригород Багдада вообще ни разу не игрался у нас в легендарном дивизионе. Убежище, по-моему, один раз только было. Ну, как-то вот эти карты вообще прям вылетели из пиков команд. Ну, я все-таки посоветовал бы, на самом деле, вот новеньким командам тренировать вот эти карты, на которых они как раз-таки могут получить преимущество перед своими опытными соперниками. Да, там Вейвиктисы, вертолеты и так далее. И так далее. Так, ребят, ничего страшного. Там ребята пока что ножи играют, будто определяют себе сторону. Ну, а мы дальше идем к следующему бану. И от команды Вейвиктис этот бан будет исходить. Это карта Метро. Ой, Метро, фу ты, господи. Меттаун, все. Меттаун, ну, здесь опять довольно интересный бан. В принципе, да, Фратрия показали себя на карте Меттаун довольно неплохо. Да, там где-то камбэчили, но тем не менее, я бы не сказал, что этой карты именно нужно было бы опасаться команде Вейвиктисе Спортс. Но, тем не менее, они ее забанили. Итого, три карты у нас остаются. Первая это Песчаночка, вторая Деловой Центр. Ну и третий, в случае, третья карта, если она будет, это будет, конечно же, карта Люкс Виль. Ну что же, в принципе, пик ясен. Баны все запредельно простые и закономерные. Ну и мы вот так вот переходим в лобби игры, где мы сейчас пролетимся по составу команд. А Максим уже, наверное, ставочки может открыть. Я уже их закрыл только что. Ну вот ты опережаешь меня, опережаешь события. Молодец. Так, кстати, почему-то у меня The Nation Вейвиктис стоит. Здесь у нас Фратри Вейвиктис. Должны играть. Прошу прощения, ребята, это со вчерашнего осталось. Так, ну, понуляем. Все выставляем. И делаем свап команд. Так, что у нас здесь? Ну и давайте быстренько по составу команды Фратри пролетимся. Есть изменения. Пока что только четыре игрока находятся. Ну, да, Days, думаю, зайдет пятым. Ну и, собственно говоря, игроки команды, представляющие Фратрию. Это Вариан, Рокет, Дагглсон. Он же Дагглсон на самолете, может кто помнит. Эрка. Икс год. Ну и Days, я думаю, пятый зайдет. Ну и Вариан, который также из This Wild перешел все-таки под эгиду команды Фратри. Ну, посмотрим сейчас, чем это все кончится. Кстати, у Иксов тоже есть замена. Нету у нас Андрея Франка, он же Эмка. Вместо него сегодня играет Авенк. Авенк the power. Ну что же, посмотрим, чем нас удивит Авенк. Будет ли стрелять. Сможет ли он заменить своего капитана. Хотя бы частично по стрельбе. Ну, вопрос такой. Такой, на который ответ мы узнаем очень-очень скоро. Ну, надеюсь, что здесь команда покажет нам, ну, очень жесткую борьбу. Ну, мы, в принципе, на это всегда надеемся. Но посмотрим, как будет на самом деле. Все-таки, я не знаю, неужели Фратри не готовились к своему сопернику на сегодня. Потому что эту карту вчера Вей Виктесы до последнего не хотели отдавать команде Артуб Хеликоптер. И там была очень ожесточенная борьба. И Вей Виктесы показали, что они умеют и атаковать, и обороняться. Ну, и как-то Фратри все-таки пришли к тому выводу. То, что они хотят сыграть эту карту против своего соперника. На мой взгляд, не самое лучшее решение. Но, тем не менее, возможно, здесь от Фратри мы с вами увидим какие-то заготовки. Опять же, Вариан, Рокет. Рокет довольно неплохой снайпер. Мы это уже с вами не раз отмечали. Эрка на подхвате здесь же будет со своими уашками. Так что, возможно, за счет усиления своего состава Фратри приняли решение отыграть эту карту. Но и здесь ЧСВ в деле. Смотрим далее. Ага. То есть ЧСВ у нас даже не Дейс, а Дробер команды. Вот он, кексик номер 1. Ну, слушай, вот здесь вот интересно. С таким раскладом все сейчас будет. Раз у нас Дробовик появился, это прям праздник. На улице Песчаная Бурь. И... Ну что, поехали, ребята. Первая карта Вей Виктес, Фратри. Ну и сейчас сразу же посмотрим вообще за обороной. Как парни будут выстраивать оборону. Будет ли это закрыто. Или опять на агрессии будут принимать и площадь, и вверх кафе, и низ кафе плюс лонг. И как же будет отыгрывать атака. Будет ли это какой-то сейв или же фаст под позиции длины, допустим. И сразу же на позиции Б сайта выход. Или также будут занимать площадь и далее пытаться поражать вверх кафе. Ну, сейчас посмотрим. Да, очень долго. Ну и у нас не прогруз у команды Фратри. Да, не прогруз. Победилась синяя команда. Ну и проблема начинается прямо с первых же секунд этой игры. Ну ладно. Отлично. Отлично. Все шикарно. Граж. Ну да, вот сходу он. Оружие у парней нету. Ну. Ну ладно. Ладно. Это не проблема. Сейчас к нам вернутся игроки команды Фратри. Ну и, собственно, давайте пока что мы перейдем на чатики отвеча и контакта. Ребят, я смотрю, вы опять ставочки поставили и успокоились. Ага. Ну, все с вами понятно. Давайте, друзья наши, рассказывайте, что, как у вас дела, как день прошел, какое настроение. Просто за кого топите, за какую команду, может, там, сейчас кто-нибудь в чате напишет с детства, там, за Ви Виктис, там, с пеленок за Фратри, я не знаю. Давайте, ребят. Ребят, просыпаемся, не сидим, ни одними ставочками оперируем. Напишите ваше мнение вообще по этой встрече, насколько равны здесь силы с учетом замен в команде Фратри. Давайте. Давайте мы с вами пообщаемся. Мы на чате Твича и контакта. Все видим, все слышим, от нас не уйдете. Привет Чейфу. Привет, Артур. Привет, дружище, как твои дела? Артур Пирожков наставит мужу Рожков. Еее. Еее. Мне почему-то так прямо ты хочешь в рифму ответить. Не надо, Герман. Не надо. Не надо. Еее. Кастрюли по голове. Думаю, что Фратрия, смотри, у нас в ряд пошли. Фратрия Вин, думаю, что Фратрия и так далее. Ну, ребята, вы что-то не то говорите. Хотя, сейчас, если... Мы, кстати, вчера там, по-моему, у кого хоронили-то? Виктусов и хоронили. А, нет, подожди. Картов-хеликоптеров. Нет. Как-то нет. Нет. Когда вот ДЦ еще карта была... Ну да, вчера ДЦ играли в вертолеты, но нет, там мы говорили, что 10... А, в Ивиктуса, когда играли с Зенейшенами. Во. Мы-то тогда в Ивиктусов как хоронили. А, ну да. Да, да, да. 10-6 Зенейшена здесь без шансов. А там тупо и на Люксе еще в Ивиктус выигрывают. И 10-7 и 10-6 по карту. Или 10-8, 10-7 выиграли в Ивиктус. И вот Мастабет тогда там и договорились. Договорились так, что грязь была нам рада, когда мы упали в нее лицом. Это да. Это да. Там даже скиллвангий не помог. Но вчера тебе тоже скиллвангий не помог. Вчера что-то он вообще просто говорит, ну типа, не, Герман вообще не твое, ты можешь идти гулять. Не сегодня, Гера, не сегодня. Но вообще там, не знаю, немного даже не то, что разная ситуация. Хотя, возможно, даже идентичная. Зенейшены это довольно жесткий именитый соперник, который постоянно везде представляет наш триколор. Там, да, они везде за нас выезжают. Мы уже привыкли, то, что они доминируют. И в соответствии здесь Ивиктусы, которые последние два сезона, первый круг легендарного дивизиона постоянно проходят как-то по нижней сетке. У них не всегда удавалось набирать раунды. Но и в соответствии, вот в этом сезоне они делают небольшой переворот, так сказать. Как говорили в самом начале стрима, то, что они подняли свой уровень тимплея и персонального скилла. И да, там мы промахнулись со ставками на Зенейшен. То, что парни сейчас спокойно разберутся 2-0 по картам со своим соперником. Но вот Ивиктусы показали то, что они готовы к борьбе. А здесь им противостоит команда, новичок дивизиона. Парни, конечно, все опытные, не раз играющие в таре и так далее. Но какой их тимплей сейчас? Вот в чем вопрос. То есть там очень трудная ситуация у команды. Как они сейчас будут взаимодействовать друг с другом, насколько будет слаженный тимплей и высокий уровень персонального скилла, пока что непонятно. Но, тем не менее, если мы даже с вами зайдем на арену 4Game и посмотрим на очки наших команд, кто сколько набрал уже по первому кругу. Сейчас, где у нас тут первый круг? Там 12, 15 очков у Зенейшен, 15 у Виевиктусов. Апрайзинги, Art of Helicopter разделяют по 12 очков. 5Chains 9, респекты выпали уже несчитаемых. И Фратрия только 3 очка. И тогда у них вроде получилось взять эти 3 очка в битве против 5Chains, да, Герман? Да. Вот, так что здесь команда Фратрия как-то по нижней сеточке опять идет. Всего 3 очка, так что, не знаю, сложно выставлять эту команду фаворит в этой встрече. Но, тем не менее, все может быть. Это поинт-бланк. Ну, что-то прям совсем все плохо. Так, с пеленок за Виевикты, с пеленок за Зен, воевали. Вот у нас контакт. Получается так, то, что они тёпят за Фратрию, а Твич там чисто Виевикты, вот вижу сейчас. Ну, не знаю, ребят, посмотрим. Да, Герман, тебе, кстати, тут тоже привет залетел от Артура. С детства за Громова. Вот так тебе, Герман. Подогревчик. Артур Кутриш тебе это передает. Тоже привет, дружище. Герман, короче, тут тебя хотят в спонсоры вязать, смотри. Громов, дашь призик, я ешь, а? Эй, чувак, эй, чувак, подари мне машину, я Герман. Ну, типа, чё, к чему вообще? Ну, тем не менее, вот это в чате сейчас, так что, Герман, давай. Хочу АУК. У меня сломался, нету очков. Проблемно. Ну, Артур. А, блин, у меня вот настолько всё повёрнуто в голове стало, я просто смотрю дневник Хача в последнее время очень много. Ну, то есть, все выпуски смотрю. Хочу АУК. У меня теперь там все, у меня просто хэштеги, я тебе постоянно, хочу, там, дай хочу, там, подари хочу. И тут, хочу АУК. Ну, всё, хочу. А потом догоняешь, что, типа, нужно кому-то АУК дать. Нет, я тебе не дам, дружище, просто АУК нужно выиграть в ставках. Либо, знаешь, что нужно сделать? Вот, после первой карты, вот прям вот ты вот большим абзацом пишешь нереальную аналитику в чат Твича. Да, и то есть, потом вот таки смахнул, блин, этот парень что-то шарит в этой игре. И тогда мы тебе дадим код. В принципе, каждый может так сделать, на самом деле, вот прям вот, такую прям вот жёсткую аналитику, прям вот на ребро поставить вопрос. А давайте так и сделаем. Да, так и сделаем. Ну, посмотрим. Всё-таки, интересно, занятие, ну, опять же, не надо, вот они там, собрались команды, и моралька была на высоте, ну, просто красавцы за счёт скилла потащили. Вот. Браво, команда. Топ-1. Да. Такого не надо, ребят. Такая аналитика у нас не зайдёт. Просто, да, у нас там бывают лиричные ребята, я, конечно, ничего не имею против, но как-то аналитика это аналитика, а не проза и вечер бардовской песни. Где-то, он дру... Они дружно собрались, они поняли зачем и к какой цели они идут вместе, ради чего они живут. И они восстали из пепла и пошли воевать. И тут такая музыка из рэмбы. Да-да-да. Так, у нас спрашивает Ваня, подскажите, где делать ставки на ПБ. Смотри, значит, я в чате, помечен как Максим Терентьев, да, или иногда это делает Герман Громов. Мы в чате отправляем такую команду, типа, госставки. Ставки вы начинаете делать прямо в чат. Вот, допустим, ты думаешь, что 10-8 закончится эта карта и указываешь в чью пользу, Фратри или Ви Виктус. И если ты сделал эту ставку самой первой, то в конце первой карты, если действительно будет такой счет, то мы выдаем тебе приз в личные сообщения. Связываемся с тобой и ты получаешь свой код. Там ты можешь выиграть АУКа-3 черные кумулятивные патроны, Чейтак М200, быстрая смена, Берданка плюс трассирующие и Обмотку плюс быстрый деф. Так что следи за чатом и там ты сможешь сразу же сделать ставку. Алексей, с детства за Максона Чеев. Максим, перепрыгни направо. Опять меня, что ли, перекинуло? Ну, алло. Ура! Игра начинается! Я бы помог ребятам, я бы затащил нам в соло сейчас. Не, ну это понятно, ну это нечестно, согласись. Ты Терминатор, а не так, всего лишь игрочки. Ну вот парни, игрочки и все. А ты-то царь, ты-то босс игры. Из детства за Овенга, маг топ-1. Ну, слушай, брат, тут я вообще с тобой даже конкурировать не буду, я подтвержу тебя. Овенг топ-1. Опа! И мы опять в лобби. Ладно, пока есть опять у нас пауза. Ребят, давайте ответим на ваш вопрос. Комментаторы, интересно ваше мнение. Есть ли смысл начинать играть арену с нуля? Бодрые парни, типа, надеюсь на то, что скажете. Но смотри, Витя, есть, есть. То есть, если ты покажешь очень хороший результат, то тебя заметят более высокие команды. Ты пойдешь туда и дальше будешь передвигаться по дивизионам. Если же у тебя действительно слаженная команда, с которой вы хорошо идете по боевым будням, набирайте очки рейтинга, попадайте в боевой дивизион, элитный, легендарный, и вы на пике. Ну, а мы с вами опять врываемся в игру уже в третий раз и смотрим, как же будут развиваться события сейчас между командой Виевиктес и Фратрия. Да, и здесь уже в Июхе принялись свою агрессивную манеру выжима медла, и здесь пока встречают, но Токио забирает уже Рокета на прогрении. Честно, есть размен со своей берданочки. Ну, здесь дальше должны прессинговать Виевиктесу хорошим. Да, Токио забирает одного, второго, ну и третьего тоже можно. Ну и четвертого. Я, в принципе, был бы не против, но и, в принципе, вообще Эйс сделать было бы хорошо. Ну и, пожалуйста, Эйс на первом же раунде. Отличное начало. Отличное начало. И мы опять выбываем. И опять выбываем. Это последний раз, когда парни могут выйти, и уже хватит, мне кажется, выходить, сколько можно. It's last try. Его. Это что за новости? Я сейчас не понял юмора. Ты про что? Ты про что? Ну, парни в чате пишут. Сегодня играть не будем. Крутой настрой на игру. Прям у Фратрия топится. По ствола нету. У Дагглесса на самолете. Да у него, по-моему, опять Дрогнулся. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я думаю, что никто проблем с этим больше не испытывает, кроме Дагглсона. Так, ладно. Мы дожидаемся еще бойца. Давайте. Нет, Юрий, не сдались, парни. Не сдались. Они с нами, они играют. Передам парням спасибо за мнение. Не за что, Витя, обращайся. Ко мне в контакт Герману. Пишите ему. Ответим без проблем. Так. Первый раунд уже прошел. Первый раунд уже прошел. А кто-то мейс у нас оформил, я что-то уже забыл. Товарищ Токио. Токио Мейерс, он же Уэйк. Человек, дрожащие коленки. Начало миссии. О, у меня, кстати, на аккаунте 110 хп. О, вот это я жаский, жаский, жаский. Так, ну что, поехали. У нас снова выжим медла и протреться. Сейчас понимаю, что туда уже так лезть просто не надо. Там будут встречать Вейвиктисы. Ну, и нужно, на самом деле, под раскиды, под флешки, под смоки как-то пытаться принимать, выходить. Ну, и там ЧСВ начинает уже свои дробашечки. Нашивать по первому и второму этажу. Там же и Ленин может попасть под удары. Ну, Владимир Ильич, надеюсь, не обидится. Так, ну что, Рокет, опл фраг. Ого, пошел дэмэдж. Ого. Вот это неожиданный поворот. Вы посыпались, посыпались просто бойцы команды Вейвиктис и Еспортс. Ну, Лакосты еще в деле, но там Рокет. Рокет просто увольняет в этом раунде. Одного за другим отправляет отдыхать. Триплкил в его исполнении. Эрка и Дагилсон поддержали. Твоего снайпера фрагами. Ну, и счет на табло уже 1-1. Смотрим за развитием событий далее. Парни подтягиваются уже на лонг. От Лакосты от КХЕ минус ЧСВ. Есть оупен фраг. Ситуация уже 4 в 5. Рокет пока что на девятке. Пытается отстрелить кого-то. Но здесь, кстати, выход на Лакосты. Лакост есть минус также по АРке. Там же и Свит будет помогать. Поэтому, в принципе, Бэтлэнд не должен здесь падать. Да, Токио забирает Варяна. Ну, и 2 в 4. Отыгрывается этот раунд. Лакост должен начекать длину. Сейчас там увидеть Дагглсона и Рокета. Да, Дагглсона уже видел. Ну, и там будут проблемы сейчас у игроков команды Фратрия. Свит вылетает на одного. Есть размена от Рокета. Но там еще и Лакост. И еще и ХЗЗ. И еще и Овенг. Поэтому здесь, в принципе, без проблем. Этот раунд команды Вьюкти забирают. 2-1. Но сейчас, да. Сейчас оступились у нас бойцы команды Фратрия. Но смотрим. Может быть, они себе не допустят такую ошибку в этом раунде. Полетели на лонг. Под ХЕшки попали. Один за другим отправились отдыхать. Далее уже забросили демиджи с Бэссайта. Но и в соответствии не смогли взять раунд. Этот раунд команда Фратрия принимает решение отыгрывать на пассиве. И пытается принимать своих соперников в атаке. Но пока что здесь Токио просто прожимает площадь. У него Авенг на подхвате. И там уже пошла перестрелка с девяткой. Рокет пытается поймать ХЗЗ. Но пока что все попытки тщетные. Не, ну там по Рокету не маншот. Залетел 18 кп. У него остается. Вариан погибает сразу же первым. Чесвит. Еще тут идет Аркадий. Девятка. Но тут еще и Токио приходит на хелпу. Неплохо. Ну вот по ЧСВ есть информация. Идут выщемлять. Идут выщемлять. Это просто Т-спаун. Но там еще и ХЗЗ имеется. Да, ХЗЗ тоже не маншот. 4 кп. А Арка в это время уже на Б-планту. И сейчас Токио будет забирать ЧСВ. Да, есть минус. Рокет. 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 Сделает что-нибудь здесь или нет? Похоже нет. Да, здесь по ходу дела у него будут проблемы. 18 кп. Но все-таки этот парень уже не раз показывал, насколько хорошо он обращается с Читаком М200. Так что здесь даже у ХЗЗ могут быть проблемы. Вот 4% здоровья может попасть в прицел. Но там Токио. Закрывает девятку. Есть минус. Фугас установлен. РК. Один против троих. От РК есть первый минус. Если сейчас падает Токио, тогда огромные проблемы у ХЗЗ. Но тем не менее идет пока что перестрелка с РК. Есть по нему информация. Но и сейчас ХЗЗ должен закрывать своего соперника. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Какие тайминги просто РК ловит. Ну и пошел ХЗЗ выжимать лонг. Эть, не удалось. Трипл килл в исполнении РК. Ну вот и 2-2. Слушай, ну здесь мне кажется, Вейвиктис как-то немножко расхлябанно относится к своему сопернику. Да, как бы они в принципе неплохо сейчас отыгрывают. 2-2 это не приговор. Но в целом я не знаю. Лично у меня вот такая вот атмосфера какая-то внутри себя, что все-таки команда Вейвиктис, ну, недооценивает соперника. Играет не на полную мощь, как на примере с Зенейшенами, да, или опять же с теми же Арбов, Хеликоптер. То есть не знаю, где-то это чувствуется, где-то это видится, потому что мы знаем Вейвиктис с одной стороны, то есть как очень жесткую команду, которые на серьезные игры против Грандов собираются на запредельный уровень. И против, так скажем, аутсайдеров, да, напрямую будем говорить. И как они сейчас играют, и тоже такое себе. Ну, немножко состав поменялся, пришел Варян, пришел Дагглсон. Ну и, в принципе, могут творить историю сейчас. Ну, это было жестко сейчас при заходе на низ кафе. Далее от Лакоста залетает минус на ЧСВ, и Лакоста остается один против двоих. Пошел демодж уже по Рокиту, 72% здоровья, и Варян перетягивается на позиции Аплента. Да, 87% здоровья, Лакоста пытается отыграть как-то с песков, но там уже фугас установлен и пойдет через железо. Есть информация у Варяна, где находится соперник. Там КАЕшки полетели, и Рокет вполне может поймать своего соперника сейчас, но, тем не менее, по Рокету есть уже инфа, и Лакоста будет выжимать своего соперника. Разводит на выстрел, и пошел демодж. Ну что ж, Рокет не дожал, увы, а хотя был близок. Ну что ж, 3-2. Ну тяжело, тяжело команде Вейвиктис пока что дается. Эта карта в обороне. Посмотрим, что будет дальше. Вчера в атаке они, в принципе, очень хорошо сыграли против вертолетов, выиграли даже атаку 5-4, но дальше, конечно же, на своих ошибках там так просто ребята просели, это забей. То есть должны были забирать вообще эту карту на Ищах, дальше должна была быть третья карта, но третья карта не состоялась, по причине, опять же, многочисленных ошибок команды Вейвиктис. Ну и сейчас они должны забирать, по сути, 2-0. Соперник для них должен быть простым, но пока Фратрия дает бой, и это радует. Ну здесь видит, идет Аркадий в девятку, но здесь Кексик погибает, погибает и Рокет, ну отлично. Ну там просто запушили уже со всех сторон бойцы команды Вейвиктис Е-спортс. Даглсон остается один, ну и его также увольняет с Питона. Это четвертый раунд за командой Вейвиктис Е-спортс. Парни начинают набирать обороты, да в принципе так и должно быть. Здесь сильная сторона, это оборона, парни. Нельзя отдавать как можно больше раундов атаки. Ну сейчас посмотрим. Артеменко залетает все-таки минус на Р, Кудаглсон на размен, ну и пошел уже фраг-барад. Ну и там Рокет пытается сделать фраг, но опять же у него очень мало ХП, но все. 17 секунд. Слушай, ну опять же, сейчас если Вейвиктис выиграет даже условные 7-2, на смене сторон будет тяжеловато, несмотря на то, что они вчера филигранную игру просто за атаку показали. Есть дробовик и есть снайпер, и причем исполнители-то далеко не самые плохие. Ну здесь моментальный выход на мидл от Вейвиктис и от фротрийцев. Столкнулись с лоб в лоб и уже есть пара-змену. И заход под первый этаж, здесь Токио пытается отстрелиться. ЧСВ заходит на второй этаж, здесь Свит его встречает, но это опять походу для ТРА. Ну там просто о чем говорить, если Токио на приеме оформляет трипл-кило, хотя в упор люди на него выходят, но он просто стоит как скала, у него вообще никаких проблем не наблюдается. Но смотрим, что будут показывать в этом раунде. Все-таки должны хотя бы еще один, два раунда забрать. Так нельзя, ведь уже счет у нас... А, так счет уже 6-2. Один раунд. Последний получается. Ну, смотрим, как же отыграют сейчас фратрийцы. Опять пытаются принимать агрессию соперника, но посмотрим, что из этого выйдет. От КЗЗ open track, ситуация 4 в 5. Ну там пытается, пытается Кексик себя найти на этой карте, на дальней дистанции пытается поставить пачку полокосту, но, так скажем, не особо у него это хорошо получается. Все-таки дробовик больше на средней, на ближней дистанции. Рассиан ХЗЗ, на девятке забирает Варианны, три игрока на длине фратри, должна идти хилпать. Сейчас сразу же игроку команды Ви Виктис. Да, приходит хилпай, Даглсон делает два минуса, но, опять же, этого предательски мало. 7-2, а первая половина заканчивается в пользу команды Ви Виктис Еспорт. В принципе, все закономерно. Ну, счет по игре. Счет по игре, и три раунда им до победы на этой карте остается. Посмотрим, заберут ли они ее. Или же все-таки ЧСВ со своим дробовиком здесь попробует закомбетчить какие-то, возможно, замудренные тактики увидим от фратри. Ну, давайте смотреть. Все-таки в любом случае этот матч достойен внимания вашего, да и нашего соответствия. Ну, поддержим фратри. Давайте плюсики за фратри. Ребят в чатик. Все-таки ребята играют новым составом, и как-никак нужна хоть какая-то поддержка, причем без сарказма. Ну что, вторая половина. Вторая половина. Сейчас просто бойцы команды фратри должны топить своего соперника в любом случае. Я не знаю, изобретайте, что хотите, там, заново велосипеды, играйте в закрытую, не знаю, парни, позиционку сейчас, главное, опять же, не проиграть, главное, чьи свои руки-то поставить по-правильному. Ну и плюсом эрку. Эрка тоже очень хорош с уашками на правильной позиции, но мы опять в лобби выбываем. Так что, пока что, вторую половину нам не удается посмотреть. Опять крашу команды фратри. ДЦ ставь, говорят, ребята. Тут уже рафлы полетели. Ну ладно, будем ждать, будем ждать. Так, у нас еще были вопросы. Почему, когда создаешь команду на арене, вроде как все получается, после двух, я так понимаю, поражений на АББ, кто-то начинает кричать, что уйдет из Тимы. Нужно ваше мнение? Ну что, давай, Герман. Что? Что ты думаешь по этому поводу? Почему, после двух поражений кто-то начинает сразу же ливать из Тимы? Потому что бабуины? Да, ну вот. Нет, ну ладно, ну что, ну вот в смысле, ну почему, ну потому что, ну блин, ну капитана нету, это раз. Блин, я бы высказался в другой-то манере, но вне эфира. Я бы сказал, кто эти люди на самом деле, вот кто не может собрать команду, просто вот сборища школьников, которые не понимают, что надо делать. Им нужен вот, вот Андрей Шолохов, вот Энг сказал там, или Иван Кузнецов сказал там, вот кулаком стукнул по столу, все, делаем вот это, вот это, все, забыли, забыли, они там между собой что-то ссорятся, между собой что-то решают, да говорит, да я с твоей девушкой там ссорился, в кино ходил, а ты с моей, ах ты какой плохой, туда-сюда начинается, потом междоусобица, я просто все это проходил, я вообще все проходил в этой игре, и я эту игру практически прошел, но не взял мировой. Но это я к чему говорю, что на своей карьере я встретил очень множество игроков, да, причем различных темпераментов, которого, вот словом, слово ему что, не так скажешь? Блин, вот ты, чувак, ну ты не так здесь отыграл, как надо. Ну ааа, щет, жизнь, тлен, все, я ухожу из команды, ты ЧСВ, Громов, все, я что, не хочу играть, ты мне высказываешь все прямо в глаза, я такой, понял, ладно, ищем другого игрока. И то есть, ну, людей подобного типа очень много, то есть, а когда это прям такой сквад единомышленников, то есть, которые и ЧСВшат, и которые не понимают, что при этом надо делать, знаешь, у всех же амбийцы, о, да я в легендарочке, да я сейчас там туда-сюда, там девочки встречаются, все мои, да и вообще все девочки мои, ну, это рушат психику людей, то есть, которые играют в этой команде, у них все, снесло башню, все, мы в легендарном, все, у них там 2-3 игры поражения, начинается, да блин, да я же тебе говорил, что надо вот так играть, да это я тебе говорил, начинаешь, знаешь, что-то одеяло туда-сюда, туда-сюда, на себя вот это вот тянуть, и вот так вот все и получается, то есть, очень много факторов, по которым команда разваливается, именно команда молодые, то есть, да, вот Фрат, возьмем Фратарю, два новых игрока, это Варян и Дагглсон, сначала, в принципе, неплохо Фратаря отыграли, то есть, первый там матч, первые два, да и на квалификациях они очень хорошо отыграли, но, потому что пошло не так, там, один нашел работу, у него не получается с графиком, второй говорит, да я не могу с этим играть, с этим, вот когда появляются по-настоящему большие проблемы внутри коллектива, их никто не хочет решать, все хотят, знаешь, как, да, мы, наверное, как The Nation, мы сейчас соберемся, у нас очень жесткие стрелки, там вообще, пацаны, вообще, это рассвет и закат, пацаны вообще, ребята, мы сейчас будем бахать всех, нам стратегии не нужны, нам мораль не нужна, мы самые лучшие, мы еще очень молодые, мы можем выиграть все, ну, а как только, вот такой вот камень преткновения, как, не знаю, там, Вивиктис, там, The Nation, Респекты, и когда вылазит, у тебя такое количество ошибок, что у тебя там, просто не знаю, у тебя, я даже не знаю, с чем сравнить, что у тебя, наверное, родинок на коже меньше, чем этих ошибок, то есть, а никто не знает, как с этим бороться, все думают, блин, вот капитан, что ты думаешь, а что я капитан, а что я капитан, но здесь еще, смотри, Юра задал этот вопрос, Юрий Калинин, также, если после пары поражений в твоей команде, кто-то из игроков начинает ливать, и твоя команда, вот только-только, вы создали, там, два матча буквально, отыграли, то отпускай, и не задумывайся, просто игроки бывают такие, которые хотят все и сразу, вот я пришел, вот как только что Герман сказал, я пришел, все, я либо тащу, либо я сливаюсь в другую Тиму, которая будет тащить, я буду идти на самом дне, но Тима будет за меня тащить, типа все делать, так что просто не парься, ищи нового парня, девушку, которая будет закрывать этот слот, и играйте, развивайтесь, и не опускайте руки, самое главное, даже дело не во многих, молодых командах, мы с вами и лицезрели, и разрушение старой команды, я сейчас про Strong Wild говорю, парни очень давно вместе, к сожалению, так получилось, парни очень давно вместе, к сожалению, ну не там паузу поставил, я согласен, но тем не менее, они очень давно вместе играют, еще даже боевой, мы их тогда не видели, в боевом, они и боевые будни играли, и перестройки выходного дня, все вместе, дошли до легендарки, и тут распались, вот такое бывает, но тем не менее, руки никогда не опускайте, идите вперед, у вас все получится, ну а мы смотрим, за второй половиной встречи, команды, Ви Виктес Еспорт против Фратрия, Фратрия в обороне, Ви Виктесы в атаке, смотрим. Да, и Лакост уже на первых парах, вылетает здесь на Варьяна, а здесь еще и ЧСВ, с дробовиком с вами зловещим, да, первую тушку в этом матче, точнее на этой половине, но и сейчас Токио, следующий на очереди, о-о-о, ЧСВ там вообще демор залетает, просто нереальный, да, и ЧСВ даблкил уже оформляет, вот на длину к нему не ходите, ребята, потому что там пождет прямая смерть, ну хзз, есть размен на втором этаже, но там Эрка сейчас придет, и заберет просто Андрюшку Сорокину, ну все, это 2 в 4, и шансов на взятие раунда, по сути, здесь нету, вы видите. Но пока что смотрим, Авенг у нас еще фуловый, соточка у него на холлсбаре, 41% здоровья у Света, если сейчас где-то ошибятся бойцы. Ой-ой-ой, Авенг еще, Авенг the power, Авенг the king, просто Авенг the king of point blank, ты понимаешь. Кстати, тут вопрос очень интересно залетел, от товарища под никнеймом авторитет 90-х. А вообще, когда-нибудь будет такое, а, сейчас, сейчас процитирую, когда-нибудь будет такое, что ПБ читов вообще не будет, или ПБ уже не спасти, дружище, причем спасти и не спасти, это раз, во-вторых, ну просто в каждой игре, ну даже я не знаю, в Doodle Jump есть читы, то есть во всех играх в мире есть читы, и это, то есть, неизбежно. Это было, всегда есть и будет, просто где-то их больше, где-то меньше, и ПБ их гораздо меньше стало за последние там 2 года. Но тем не менее, выход от Voyagements неплохой, был по длину, но опять же остается только 1 Свит против Рокета и Эрки, 1 в 2 хп крайне мало у Никитоса, и 23 хп, 23, и там Эрка его контролит, вместе с товарищем Рокета. Но Рокет может здесь, кстати, растеряться со своей кемпанией. Но пока что, в принципе, есть еще какой-то шанс у Свита, отлично, Рокет промахнулся. А вот по Рокету зашел демэдж, 27% здоровья, если сейчас Эрку еще увольняет у нас Свит, то все, это просто забей. Свит уже проходит пески и будет догонять Рокета сейчас под позициями Аплэнта. Ай-яй-яй, слышит, слышит Эрку, но здесь Эрка все-таки с дуалов разбирает своего соперника, есть минус, и как результат, уже 2 раунда отыгрывают бойцы команды Фратрия в обороне. Ну что ж, это неплохо. Смотрим, как же будут вести себя в этом раунде. Ну смотри, сейчас они еще догонят в счете, и тогда вообще начнется полный карнавал. Ну посмотрим, да, выход от Лакоста снова на длину, там Варяна ЧСВ на перекрестном огне, но здесь надо постараться как-то развести и выявить своих соперников, потому что прямолинейные выходы на длину, они на самом деле вообще никакого плода не несут за собой, постоянно умирают, но ни разу они, кстати, не вышли втроем в четвером на длину, вот полноценно, чтобы кто-то выжил. Да, вот здесь ЧСВ начинает вновь расстреливать своих соперников, но здесь Токио выходит при фаером и дает сразу же минус, уже п-пленты пески, ой-ой-ой-ой-ой. Ну здесь провалились, да, здесь провалились полностью под позициями Б-сайта, ребята из команды Фратри, один свит оформил трипл килл при заходе, просто всех сметал на своем пути и как результат это уже восьмой раунд в активе команды Вивик ТСЕ Спортс. Ну что ж, вот этот раунд отыграли неплохо, но здесь вот смотри, как только упал ЧСВ на приеме с песков, все, сразу же провалилась вся пета, вообще никто ее удержать не мог. Посмотрим, как отыграет в этот раз, Рокет принимает за собой площадь, но там Лакосту уже пропустили под Б-сайта, и РК его благополучно увольняет. Токио также оформляет фраг по Рокету, есть 4 в 4 ситуации, но Дагглсон здесь может на самом деле ключевую роль сыграть в этом раунде, если заберет КСЗ на втором этаже, да, есть минус, ну и там ЧСВ работает также неплохо по Венгу и остается последний как раз таки у нас Токио Майерс, ну, Токио Майерс, прошу прощения. Так, ну, что же, Вейкич, куда же пойдет, ну, возможно, сменит позицию ближе к Апланту, возможно, останется здесь на тройке, но я думаю, на него никто не полезет уже, поэтому, так или иначе, куда-то нужно будет идти. Но с самого начала этого матча Токио успел оформить Эйс в свою копилку, посмотрим, сможет ли повторить, нет. Нет, еще раз нет, Эрка все-таки ставит пачку по своему сопернику, и это уже пятый раунд в активе команды Фратрия. Уже недалеко, уже недалеко Фратриица от своего соперника, посмотрим, как они будут отыгрывать сейчас, но здесь Виктес опять направляется под позиции длины КЗЗ на девятке, Эвент будет прикрывать заход с площадью, но здесь Свид опять врывается на пески, падает ЧСВ, и сейчас... А нет, там Эрка заставил. Нет, Эрка, да, Эрка молодец, здесь неплохо отыгрывать на эту позицию, но опять же, у него здесь могут возникнуть проблемы, но Эрка-то как жестко вылетает, и его еще отпускает Токио Мэрф, но здесь КЗЗ его должен решать, но для нет, да, так и есть, ну и нужно быстрее еще бежать на халпук Токио, потому что его здесь два ствола просто принимают, КЗЗ должен Рокета убивать здесь, но у КЗЗ опять же проблемы. Здесь минус раз, но моментально раз в минус тваря она залетает. Слушай, а сейчас-то и доиграться могут еще так-то у нас Ваевиктесы. 8-6, Фратрия постепенно догоняет. Но у них, в принципе, была такая же проблема вчера, только там они более маленькое преимущество для себя выиграли, это один раунд, но смотрим, смотрим, что будет сейчас, по ЧСЗ уже зашел дэмэдж, там 26% здоровья, откид ХАЕ под него пошел, и сейчас Эрка попытается принимать списков, но по нему, по ходу дела, также есть информация, и здесь на агрессию не лезут Ваевиктесы, прекрасно видят то, что полетели уже ХАЕшки, Смаки сейчас вытянут все из своих соперников, и пойдет атака. Но Токио МС уже впереди. Ну смотри, немножко поменяли свою оборону фратрийцев, стали более закрыты, но хотя вот сейчас Токио находит минус раз, вид забирает также на первом этаже Дагглсона, ну и Вариант, Вариант здесь неплохо действует с Эркой на пару, но опять же, потеряли двоих игроков, бета занята теперь, и нужно как-то будет стараться ее выбивать, но здесь ХЗЗ, ХЗЗ с Эркой должны перестреливаться, но не знаю, здесь вот Овенк еще может очень много что решить, Овенк, Овенк погибает, но это 2 в 3, смотрим за выбиванием от команды фратри. Но здесь таймер уже предательски тикает, вынуждены активно действовать сейчас в бойце команды фратри, Вариант уже падает, у Эрки 10% здоровья, 84% у Рокета, Лакост сфилипидирует Эр, хо-хо-хо, ничего, Рокет вышел с Фаззумом, неплохо, но что, смотрим далее, остается 1 на 1, там Лакост с огнем играешь, дружище, но тем не менее, есть минус от Лакоста, и все-таки это уже девятка для команды Ви Виктис Еспорт, но и здесь уже пошли маппоинты. Да, ты был прав, борьба будет, борьба есть, и это в принципе хорошо, но опять же, здесь еще недалеко не все сказано от команды фратри, да, вот Рокет оформляет опенфрак сразу же по своему оппоненту Токио Майерос, и да, Голсон забирает ХЗЗ, слушай, уже 5 в 3, неплохое начало этого раунда для фратрийцев, но посмотрим, что придумают сейчас Ви Виктис. Но пока что здесь они опять пытаются запушить мид, опять, пытаются запушить мид в общей сумме, а ЧСВ залетает минус, но вдвоем против пятерых как-то здесь придумывать очень сложно, но сейчас вид может убрать ЧСВ, нет, у него это не получается, Венк остается один, есть по нему информация, ну и там зажали уже со всех сторон, но пока что в деле, бойцы команды фратрия до последнего играют эту карту, но что ж, посмотрим, смогут ли они довести до допов, или же все-таки Ви Виктис заберут уже эту карту. Ну опять же, сейчас важно начать хорошо, сразу же сделать entry frag, опять же, как это было предыдущий раунд, Рокет нужен, на самом деле, очень команде сейчас, Рокет вообще терять нельзя, все-таки снайперская винтовка, она должна работать, если она не работает вообще, то, ну, смысл, то есть ее брать. С аугом ты хотя бы проркать можешь, но раз такой нет возможности сделать со снайперской винтовочкой, вот, кстати, что и делает Рокет, ну вот, отлично, отлично, два немобильных девайса подключились, и сейчас еще и Лакост получает шляпу, но это уже пять в два. Ну, не знаю, как из такой ситуации будут сейчас выбираться бойцы команды Вейвиктис и Еспортс, но по ХЗЗ уже есть информация, по нему полетел демош, откидывает ХАЕ, есть минус по РК, неплохо, Эвент также лепит пачку по Рокету, но за спиной уже находится ЧСВ, у ХЗЗ пошел демош, ХЗЗ с ним разбирается, но от Даглсона не ушел. И это 9-8, и последний раунд, слушай, основного времени, будет ли это все-таки карта за Вейвиктис, или Фратрио здесь перейдет на дополнительный раунд, и как вчера будет у нас там 19-17, тогда-сюда. Было бы на самом деле интересно посмотреть за дополнительными раундами, но ладно. Вейвиктис, немножко другую стратегию избрали, сейчас по длину не особо хотят идти, а тут Лакостова уже забирают, сразу же на поступок к Миду, ну и по одному, по одному, пошли, пошли, по одному, ребятки, сдаваться. Но пока что есть минус на Светат, КЗЗ тоже залетает в Фраг, первый этаж заняли, но здесь дали слабиночку, так скажем, но Рокет пока что еще келится живет. Но его также увольняет уже КЗЗ, и далее пошел, пошел Токио крошить своих соперников ЧСВ-1. ЧСВ-1, Кексик в одиночку не справился со своими соперниками, КЗЗ его также прикрывает, ну и в соответствии это все-таки 10-й раунд в активе команды Вейвиктис Е-спортс. Продолжение следует...